Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Судрева. Смотрите сегодня в выпуске. Чистим, моем, красим. Ульяновцы вышли на санитарную пятницу. Отдохнем с пользой. В Ульяновске проходит международный экспо-форум отдых на Волге. В субботу в разных частях города перекроют дороги. Иностранные заводы в индустриальном парке Заволжье ищут новых специалистов. С 15 по 21 апреля в Ульяновске проходит международный туристский форум отдых на Волге. Сегодня в холле Ленинского мемориала состоялась торжественная церемония открытия масштабного мероприятия. По старой доброй традиции в этот день работу начинают экспозиционные площадки. В этом году свой туристический потенциал презентуют свыше 80 участников экспозиции. В четвертый раз Ульяновская область становится центром скопления туристических деятелей. С 15 апреля в региональном центре стартовал ежегодный международный туристский форум отдых на Волге. Торжественное открытие масштабного события состоялось сегодня. В этот же день в файле Ленинского мемориала заработала выставка туристических проектов, где на этот раз представлены свыше 80 вариантов отдыха на территории области и в соседних регионах. В этом году акцент делается на развитие санаторно-курортных комплексов. Здоровье всегда являлось самым главным для человека, и поэтому оздоровление является одной из функций нашей компании. Мы ждем как контингент молодых, как маленьких, так и пожилого возраста. А так как вода – это самая главная составляющая организма, соответственно, отдых на Волге является самым главным. Недаром форум носит статус международного. Некоторые экспозиции знакомят участников с отдыхом не только на Волге, но и приглашают посетить, например, Вьетнам. Прикоснуться к восточной культуре помогает организованная на площадке дегустация национальных нем-блинчиков и вьетнамского чая или кофе. В ближайшее время из Вьетнама много. Они тоже брали отдых в России. Много. И летом, и зимой они тоже приедут. И из России тоже, в Вьетнаме тоже сейчас. В ближайшее время это тоже много. По соседству с экспозициями в холле музея Ленинского мемориала проходит окружной этап по Волжье Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В этом году участники из Ульяновской и Самарской областей, Думуртии, Татарстана, Мордовии, Чувашии представляют 470 сувенира. Одним из главных критериев оценки памятных подарков являются качество, цена и упаковка. Очень важно вес и размер. Для тех, кто путешествует, едут особенно, улетает из Ульяновска или Казани, из наших привозских городов, улетает на самолете, мы понимаем, сейчас авиакомпания, каждый ужесточает требования как к ручной клади, так и к багажу. И это тоже имеет значение, чтобы я не переплачивал. Победитель привозского этапа конкурса сувениров получает путевку в общенациональный финал состязания, который в этом году пройдет осенью в Саратове. Супружеская пара из Казани завсегдатый конкурса два раза. Они становились обладателями гран-при национального этапа. Продукцию их авторского музея Чак-Чак из раза в раз признавали лучшие. Решили поподать счастьем и в третий раз. В Ульяновск они привезли новый бренд подарков под единым названием «Айда-сувенир». Мы не очень любим стандартные магнетики. Мы придумали для них какой-то интересный вариант, который покупают даже те люди, которые не покупают обычные магнетики. В чем их интерес? Они вот, например, такие... Ну, обычно мы привыкли, что магнетик – это какой-то вид города. А мы сделали его там с логотипом или с какой-то фразой про татар. Площадка Удмуртской республики представлена на конкурсе в третий раз в этом году. Помимо уже привычных памятных изделий из кожи, кости и бронза, сотрудники представили проект нового сувенира из города Воткинска – памятное литое блюдо. Которое было сделано в 1887 году на Урало-Сибирскую промышленную выставку. Само по себе блюдо является очень уникальным. Оно, по сути дела, рассказывает всю историю завода и всю историю города. Здесь и герб Российской империи, и герб Виатской губернии. Имена победителей конкурса сувениров будут известны уже сегодня вечером, а с экспозициями можно будет ознакомиться до 21 апреля. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Индустриальный парк Заволжья славится своими предприятиями. Здесь построены заводы крупнейших мировых концернов, на которых трудятся ульяновские специалисты. Подготовка кадров для инвестиционных проектов и новых производств – задача поистине важная. Как обстоят дела у выпускников ульяновских, высших и средних специальных учебных заведений на заводе «Шефлер» – узнавал наш корреспондент. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обозначил подготовку кадров для инвестиционных проектов и новых производств в качестве приоритетного направления улучшения инвестиционного климата на 2019 год. Кадры потребуются. Например, заводу «Шефлер» понадобятся новые специалисты. В течение этого года на площадке планируют увеличить портфель заказов, а в зависимости от наличия заказов предприятие может корректировать и продуктовую линейку, производимую в Ульяновске. То есть мы планируем дальше сохранить такие же темпы роста. Мы планируем новые проекты, несомненно, в том числе здесь, на заводе. Мы уверены, что мы будем расширять нашу работу с индустрией, в том числе с ветровой индустрией. Ульяновск является неким центром кластера ветровой индустрии Российской Федерации. И администрация областная очень поддерживает развитие альтернативных источников энергии. Поэтому мы хотим быть технологическим партнером ветровой индустрии. Мы планируем расширять производство, в том числе и на экспорт. Предприятие «Шефлер» активно сотрудничает с учебными заведениями Ульяновска по подготовке персонала. Например, в сотрудничестве с электромеханическим колледжем была разработана программа «Мехатроника», которая позволяет подготовить одновременно специалиста по обслуживанию станков и программиста. В рамках образовательной программы работники ульяновского предприятия даже проходили стажировку на заводе в Германии. Сейчас ведутся переговоры по сотрудничеству «Шефлера» с УЛГТУ. Я работаю с 2013 года здесь в компании. Устроился на должность инженера-механика. Я занимался ремонтом и обслуживанием оборудования. В дальнейшем обучался за границей. Компания предоставила обучение в Европе, то есть на предприятиях группы «Шефлер». До поступления на работу Денис закончил ульяновский автомех, а потом заочно сельхозакадемию. Работой доволен. Возможности личного и карьерного роста, достойная зарплата. Все, что нужно хорошему работнику, завод предоставляет. Учился я в Ульяновском государственном политехническом университете. Радиофак. Данная компания постоянно пытается развивать меня. Тем самым она посылает меня на различные тренинги, не дает застояться. Для работы на новой линейке, которую завод планирует запустить, потребуются новые специалисты. Вузы региона должны поддержать предприятия. Регион, в свою очередь, тоже с глубоким уважением относится к «Шефлер». Индустриальный парк «За Волжье» входит в тройку крупнейших, наиболее успешных индустриальных парков Российской Федерации. На его площадях осуществляют свою деятельность уже более 30 компаний. И объем инвестиций в предприятие, которое здесь уже создано, превысил 50 миллиардов рублей. Это серьезные вложения. И мы гордимся тем, что практически все компании, которые находятся здесь, включают в себя не только производство, но и инновационные разработки. Компания «Шефлер» является одним из лидеров мировой индустрии производства подшипников, инновационных разработок в сфере механизмов, коробок передач и многое другое. «Шефлер Групп» входит в число ведущих мировых производителей подшипников. На Ульяновском заводе работают 130 человек в три смены. Объем производства составляет полтора миллиона корзин сцепления и 300 тысяч сцеплений в год. А также восстановление порядка 14 тысяч подшипников в рамках сервисного обслуживания. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Субботник – добровольное коллективное выполнение общественно-полезных работ, происходивших первоначально по субботам, откуда и пошло название. Сегодня в разных районах Ульяновска прошли массовые субботники. Сегодня в областном центре объявлена санитарная пятница. Ульяновцы взяли в руки мусорные пакеты, грабли и лопаты и вышли на улицы своих родных районов. Конец апреля, начало мая в России – традиционная пора субботников. Сотни людей приводят в порядок скверы, парки и территорию около учреждений, где они работают. В парк «Семья» в Засвияжском районе прибыло 250 человек – работников соседнего автомобильного завода. Весь коллектив с удовольствием вышел на субботник, ну и мы рады поучаствовать в этом мероприятии. Добровольцы собирают листву и мусор, рыхлят землю, окапывают и белят деревья, красят бордюрный камень. Кипит работа и в Виновке. Там работникам парка помогают ребята из близлежащей школы. Сегодня только первый день субботника, он будет продолжаться у нас всю неделю. Например, 21 числа, в воскресенье, к нам изъявили желание приехать студенты из Дмитровграда. Сами изъявили желание, позвонили, напросили к нам на субботник. Мы им тоже предоставим возможность поработать, дадим инвентарь и наградим. А потом, значит, пригласительными билетами на аттракционы и в новый парк «Чудеса природы». К взрослым присоединились и самые маленькие ульяновцы. Дошкалята железнодорожного района участвовали в благотворительной акции по сбору макулатуры несколько месяцев. На вырученные средства закупили саженцы каштанов. Сегодня деревца высадили на Каштановую аллею в четвертом микрорайоне. Дети сами собрали макулатуру, купили на эти деньги саженцы и сами сажают. Здесь представители детских садов и школ. Конечно, под руководством саженцев. Это так и должно быть. По подсчетам городской администрации в санитарной пятнице приняли участие около 6 тысяч человек. Завтра в 7 утра на площадях Ленина в рабочих поселках Чердаклы и Ишеевка пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговлю представят фермерские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности. Цены на все товары традиционно ниже рыночных на 10-15%. Покупатели смогут приобрести молочные и мясные продукты, овощи, фрукты, крупы, яйца и многое другое. В Ульяновской области стартовала декада хореографического искусства. Впереди множество танцевальных мастер-классов, открытых репетиций и занятий от специалистов Центра народной культуры. Для ульяновцев прошел мастер-класс хореографического ансамбля с острова Тайвань. Национальный хореографический ансамбль «Бидэнс» прилетел в Ульяновск с далекого острова Тайвань специально для участия в декаде хореографического искусства. Приезд тайваньских танцоров – большое событие для местных профессионалов. Возможность вживую познакомиться с творчеством иностранных артистов ульяновцам предоставил фонд «Ульяновск» – культурная столица совместно с ДК «Губернаторский». Три года подряд, так или иначе, тайваньская культура присутствует на ульяновской земле. Если вы помните, три года назад сюда приезжал совершенно уникальный этнографический коллектив музыкальный, представляющий аборигенную культуру острова Тайвань – коллектив «Формоза». Танцоры ансамбля провели в ульяновские мастер-классы, познакомились со своим фирменным стилем воспитанников и хореографов местных танцевальных коллективов и студий. Мы из Тайвана, мы из Тайвана, мы из Тайвана, и мы из Тайвана в 2014 году. Это наш первый раз в Москве, так что мы очень рады, и мы очень рады быть здесь. Наш танцевальный коллектив «Би-дэнс» был основан в 2014 году, и наши гастроли длятся уже на протяжении месяца по успели побуквати в Германии, Италии и в Израиле. Уже сегодня в ДК «Губернаторский» пройдет театрализованное хореографическое шоу «Плавающие цветы». Организаторы обещают много трюков, традиционные азиатские танцы, элементы боевых искусств и современную хореографию. А 25 апреля тайваньский коллектив выступит в Димитровграде. На оба концерта вход свободный. Завтра в Ульяновске из-за эстафет перекроют главные улицы районов. С 9.30 до 13.30 в Засвежском районе нельзя будет проехать по улицам Полбина, Терешковой, Октябрьской, Западному бульвару, Московскому шоссе, проспекту 50-летия ВЛКСМ. В железнодорожном районе маршрут, по которому побегут участники, построен в виде восьмерки. Он включает в себя проспект Гая, улицу Хрустальную и Луначарского. Участники эстафеты Ленинского района побегут по неизменному пути по улице Спаска и бульвару имени Пластова. Жители Заволжского района проведут эстафету на проспектах Ленинского комсомола и Ульяновский. В связи с этим ряд автобусов изменит свои маршруты. В железнодорожном районе автобусы поедут через улицу Инзинскую. В Ленинском, объезжая улицу Спаску, автобусы будут следовать по улицам Красноармейской и Кончарова. В Заволжье, перекрытые проспекты Ленинского комсомола и Ульяновский, маршруты объедут по проспектам авиастроителей, Туполева и Созидателей. Выбирайте маршрут передвижения заранее. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова